В прошлом выпуске новостей мы рассказывали вам о животных-долгожителях газовой столицы и обещали не забыть и про пернатых старожилов. О легендах с клювами и крыльями смотрите в следующем сюжете. Красавчик! Идем, давай, иди сюда, иди. Давай, покажу. Давай, почешу, 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 красавчик. Рикки, а точнее Рикардо, живет в детской экологической станции с 2005 года. Привезли его из Краснодарского края уже достаточно взрослым, не птенцом. Порода Жако – это один из самых умных попугаев. В словарном запасе у Рикки больше 50 фраз. Соседку-мартышку, которая живет в вольере напротив, он зовет по имени, кричит Анфиса. Может и поздороваться, и попрощаться, и даже помяукать. Вот только скромный, когда видит камеру, сразу замолкает. И даже танцевать отказался, хотя сотрудники рассказывают, что он это очень любит. Идем сюда, пойдем потанцуем, Рикки, пошли. Пойдем потанцуем, Рикки, красавчик, идем. Пойдем потанцуем, пошли. Рикардо – не единственный пернатый долгожитель экологической станции. Лебедь Феня – тоже местная легенда. Это малый тундровый лебедь, зовут его Феня. Вообще лебеди могут жить до 28 лет. Фенечка живет у нас в зоопарке уже 18 лет. А вообще к нам попал где-то в возрасте двух лет. Солидный возраст для лебедя, но чувствует он себя отлично. К нему приводят своих детей те, кто и сам когда-то ребенком навещал Феню. Он попал на станцию под ранком с висящим крылом. Его выходили, но вернуться с такой травмой в тундру он уже не смог. И остался жить в ДЭС. Иди ко мне. Иди сюда. Детям отложите. Ай, внимательно слушай, да? Феня, может, а вы здороваемся, да? Или расправляйся. Иди ко мне, красавчик. Фенечка, иди ко мне. Иди, хороший мальчик, да? Мы называем мальчиком, если честно, мы не определяли. Да? Да, мы нельзя. Ну, Феня, Фенечка, да. Еще один новоуренгойский старожил обитает в зоомагазине «Природа». Этот магазин открылся аж в 95-м году. Ему почти 30 лет. И столько же одному из его пернатых питомцев. Пойдемте знакомиться. Он меня, когда видит, он говорит «на ром». То есть это что означает? Я ему, когда корм насыпаю, кормушку, то есть я ее сюда ставлю и говорю «на ром». То есть он когда говорит «на ром», значит, типа, давай кушать уже. Руководитель магазина Дмитрий был 7-летним мальчиком, когда в 95-м году его отец привез из Москвы в Новую Уренгой рому. Его никогда не собирались продавать и купили для того, чтобы он жил в семейном магазине. Дети из соседней школы толпами бегали в природу, чтобы посмотреть такую экзотику. Многие люди думают, приходят, спрашивают, а где ваш, точнее, а это все тот же попугай, вот у вас там жил когда-то. Мы говорим, ну, это вот все тот же попугай уже давно живет у нас. Почти 30 лет. Мы его назвали «Роман», но через какое-то время, то есть там он у нас пожил уже лет 6, наверное, 7, оказалось, что это вообще самка. Да, то есть в одно время она у нас снесла яйцо, и получилось, что это самка. Ну, и с тех времен мы не стали как бы там менять ему имя, то есть так же «Роман», там, ну, иногда называем «Ромашка», вот, там, я иногда называю вообще «Ромарио», там, такие вот имена ему даю. Ну, вообще зовут Роман. Попугай и Жако в домашних условиях могут прожить 60 и даже 70 лет, так что и Рики из экологической станции, и Ромашка из зоомагазина – птицы в рассвете сил. Главное – это хороший уход и забота. Он не такой ручной, что я его могу достать, то есть я могу там, допустим, клетку открыть, да, там, почесать ему, вот, они любят, да, вот, то есть вот. Рома тоже разговаривающий попугай, но в зависимости от окружения меняются и звуки, которые он издает. Если больше находится в помещении с людьми, то начинает говорить, а если рядом с птичьими клетками, то чирикает. За годы в магазине научился даже издавать звук смс-ок, которые приходят покупателям после оплаты. У нас, как таковой цели не было, прям вот, сильно научить его, чтобы он там мог разговаривать. Ну, какие-то слова он раньше больше произносил, то есть там, основные-то привет, как дела, бывает к нему, когда там корм, вот, я ему постоянно насыпаю, он такой, там, ну шо, говорит, такой, у меня отец тоже постоянно, ну шо, Ром, вот, говорил, вот он выучил это. Долгожители экологической станции и зоомагазины природы стали для людей, которые за ними ухаживают, очень близкими. Они делают все, чтобы эти пернатые, пушистые и когтистые старожилы жили как можно дольше, на радость хозяевам и всем новоуренгойцам. Юлия Димитрадзе, Алексей Емелев, Евгений Шевченко, телерадио компания «Сигма» для НУР-24.